Всем привет, мы с вами продолжаем играть Minecraft с RTX, я тут наконец-то занялся своим домом, то есть потихонечку переделываю как раз загон, точнее наконец-то его начинаю делать, загон для животных, просто хотелось бы это закончить, плюс занялся немножко домом, ну то есть первым этажом, давайте покажу. Быстренько пробежимся по изменениям, то есть на правой комнате видели, здесь мне пока что хранились ничего особенного, здесь я тут чуть-чуть все переделал, доделал вот здесь вот, нужно еще немножко улучшать, потому что здесь земля тоже мне не нравится, дальше у меня идет подъем наверх и здесь, это на самом деле не дом, это круто, это просто зеркало, то есть прикольно на самом деле, ты что-то выходишь, опять же вот здесь же тоже света нету, но свет отражается и здесь из-за этого становится светло. Ну дальше здесь сделал такую небольшую спальню, ну в будущем наверное буду немножко переделывать, потому что освещение очень яркое, хотя выглядит прикольно, мне вот это вот нравится, нужно было бы сделать это конечно по-другому, то есть вот это вот стекло, а вот я сейчас не помню какой из них какой, вот это кажется серое стекло, вот это белое стекло, а выглядит так, как будто бы здесь вообще стекла нету, это раз, ну здесь у нас с вами естественно комната для зачарования, тоже ее изменю, хотел сзади поставить разноцветное стекло и таким образом сделать, чтобы задняя стенка освещалась разными цветами. Но честно говоря, на черной древесине это плохо видно, то есть либо белую древесину нужно ставить, либо еще что-то. Че это у меня здесь такое? Это я даже не обратил внимания на самом деле, доски из темного дуба. То есть по большому счету, если я даже здесь поставлю разноцветное стекло, это ничего не даст. Может быть разную терракоту разных цветов нужно ставить, чтобы было действительно разноцветное освещение. Может быть другого цвета потолок, сложно сказать. Ну и естественно вот это место я тоже хотел перестроить, балкончик сделал. Да просто так на самом деле, чтобы был. Единственное, что мне не нравится, это вот эта древесина, я тут просто экспериментировал с древесиной, это буду менять. А вот это вот, это у нас на самом деле выглядит как плитка. Это полированный эндезит. То есть если мы с вами берем 4 эндезита, складываем их квадратом, то получаем вот такой полированный. На самом деле очень прикольно выглядит, но это так просто мелочи, которыми я занимался за кадром. А сегодня в этом выпуске я хотел бы заняться зелеварением, потому что я бы уже на самом деле хотел бы отправиться в эндер, естественно сразиться с эндер, ну с эндер драконом и получить себе элитры. Итак, нам для этого занятия понадобятся огненные стержни, пусырьки с водой. Давайте все лишнее сейчас выложу из кармана. Также безусловно от скиднороста нам понадобится в зелеварении. Я тут как-то знаете смотрю и вижу, что у меня закончилось стекло. Я тут как-то даже в это не верю, стекла-то было навалом. Да, я видимо все засандалил в строительство. То есть если я вначале планировал построить какой-то замок, потом я подумал, да ну замок это банально, я хочу чем-нибудь поэкспериментировать, хочу просто вот посидеть, посмотреть, как свет распространяется, что с этим можно делать, а потом уже в будущих выживаниях буду что-то такое классное строить. Внутри самый главный функционал, то есть чтобы все было под рукой, все было удобно, можно было спокойно ложиться спать, чтобы можно было все по-быстренькому найти. Этого нам должно хватить на первое время. По лаве. У нас остаются еще в принципе ведра. Давайте я быстренько сбегаю, сейчас еще соберу. На самом деле тематика зелеварения, она довольно-таки простая. Я думаю, что у нас с вами никаких проблем возникнуть сейчас не должно. Единственное, что вот от скина рост нужен в большом количестве. А он здесь еще не пророс, да? А он еще не пророс. Ну может хоть где-нибудь, а? Ну вот, чуть-чуть есть. То есть где-то все-таки две единицы собирается, где-то по одной. Тут порой бывает прям очень хорошо, по три собирается и больше. То есть, например, я раньше не знал, ну точнее я его видел, только я не знал, как оно делается. Что вот, например, из арбуза и, естественно, сейчас золотые слитки возьмем с вами. Вот так вот. Теперь забираем отсюда накиды и делаем вот таким вот образом. Мы с вами получаем сверкающий арбуз. Дальше нам понадобится вода. Вода это вообще не проблема. Кстати, стекло пошло. Стекло пошло шикарно. Сразу делаем с вами пузырьки. Этого пока что достаточно. Наберем с вами немножко воды. Что-то я тут переусердствовал. Это добро пошло сюда. Дальше сверху у нас с вами пойдет, естественно, огненный порошок. Основой будет сейчас адский нарост. Ждем. Я пока сгоняю туда за пузырьками еще. Заберу. Таким образом. Да, одного арбуза достаточно. Таким образом получилось три зелья исцеления. И при помощи светопыли мы делаем из этого добра. Положим сюда порошок еще. Из этого добра получим зелья исцеления. Два, если не ошибаюсь. Будет мгновенно восстанавливать довольно-таки большое количество здоровья. В принципе, так или иначе нам это пригодится. Так, это готово. Есть, конечно, маленькая неприятность. То, что они не стакаются. А, тут ничего не поделаешь. Давайте пока что его забираем. Это складываем туда. То есть, у нас должен быть отдельный сундук для зелий. Предположим, это будет вот этот. Нет, не этот, ладно. Вот этот крайний сундук, в котором у нас ничего не хранится. Ну, желательно было бы все рядышком поставить. Сюда принести зеледворилку. Но просто она здесь так классно стоит. Светится прикольно. Мне нравится. Так, повторяем с вами все процедуры. То есть, опять наросты. Как думаете, трех зелий-то мне на самом деле пока что хватит? Что мы с вами можем прямо сейчас сделать еще? Ну, например, мы можем взять с вами еще одну палочку. Огненный порошок. И сделать зелий силы. Сразу три зелия силы сделаем. Наверное, сделаем зелий силы плюс, который действует 8 минут. Есть усиленная, которая действует типа полторы минуты, но дает больше урона. То есть, в два раза. Но, естественно, гораздо меньше действует. Хотя, в принципе, можно его сделать. То есть, зелий силы 2, которая работает полторы минуты, делается как раз со света пыли. Другой из красной пыли, которая просто плюсовая и дает прирост на 8 минут. 8 минут это круто на самом деле Просто выпил 8 минут вообще Ну то есть это огромное количество времени Это как раз можно против рейдов сражаться или еще чего-нибудь Давайте Это пошло вот сюда Есть такая небольшая беда То что они очень похожи Это светлое розовое Это немножко потемнее Такое пурпурное Но все равно они прям очень Очень похожи по цвету Здесь как дела Вот видите Это зелье ускорения на 3 минуты Если мы добавляем сюда светопыль Опять же Это получится зелье стремительности 2 Стремительность Это ускорение Получится зелье стремительности 2 на полторы минуты А вот если мы положим сюда красную пыль Которая у нас опять же просто немерена Если положим ее То получим зелье Которое Зелье стремительности плюс На 8 минут Еще плюс 20% То есть в общей сложности В 40% будет прибавлять скорость передвижения То есть с этим мы с вами разобрались Это основные зелья Ладно И давайте сделаем с вами естественно Зелье защиты от огня Пускай будет Так или иначе пригодится я думаю То есть в принципе С зельеварением все Это было очень просто Быстро И никаких проблем И так можно будет естественно Постоянно варить себе какие-то зелья Так С этим мы с вами разобрали Там еще зелье есть Безусловно я сегодня не все сделал Но такие самые основные Которые нам пригодятся Есть зелье регенерации Его тоже можно было бы сделать Делается оно как раз из слезы гаста В принципе оно бы там тоже пригодилось Потому что если не ошибаюсь Зелье регенерации Оно В отличии от зелья Ну быстрого отличения Оно действует На протяжении определенного количества времени То есть Его например опять же Хорошо применять Когда ты сражаешься с каким-нибудь визором То есть там на полторы минуты У тебя будет регенерация идти Что на самом деле прикольно Давайте огнестойкость забираем Отсюда Кстати куколка Которая у меня в руках Вот этот тотем бессмертия Он тебя воскрешает Ну то есть Не дает тебе умереть Так скажем Когда ты получаешь смертельный урон Он не дает тебе умереть Мне понадобится еще немножко слизи Я хочу сделать еще из поводки Ну просто чтобы было Давай Можно вот так вот сделать И все Все хорошо Так быстрее всего Кстати это прикольно Что они все таки это ввели Потому что в модификациях Эта штука давно была А вот в самой игре Этого раньше не было Быстренько жахнем Сейчас одну бутылочку Это прям очень неудобно То есть если тебе просто нужно Куда-то добежать Зелье ускорения Прям очень сильно помогает Сейчас мы с вами Цепанем кого-нибудь Свинка у нас есть У нас не хватает овец Нужны овцы и коровы В принципе и все Все остальные животные у нас есть А с коровами у меня произошел Небольшой такой Знаете обидный казус Там к ним попал Этот самый какого крипер Я его не заметил Начал рубить коров Он к чертой матери взорвался И взорвал коровник Вместе с собой Ну и собственно говоря Все коровы погибли Ей Еще одна коровка Класс Но ее кстати раньше не было Так секундочку Цепь 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 Иди сюда Зацепили обоих да? Да все хорошо Все вот теперь можно Идти домой И спокойно их там скрещивать Отлично Ладно начинается новая эра у них тут С яйцами у них тут нормально все Я кстати могу вот так вот сделать Тут очень все хитро А они так сделать не могут Так мы с вами сейчас знаете что сделаем Немножко увеличим поголовье Вот таким вот образом Если повезет на самом деле Мне тут до этого повезло И я сразу получил Три цыпленка А порой кидаешь кидаешь И ни одного не получаешь Эй Ты тихо ты Я случайно Во хорош Нормально Слушайте отвалите а Вообще на самом деле плевать Все отлично Плюс два цыпленка Бог с ними Ну что давайте сгоняем с вами за динамитом Потому что вот в этом храме Который ближайший Ну или точнее Пирамиде Мы с вами как раз его не уничтожали Не уничтожали Не собирали Я надеюсь что это все просто будет Но в принципе он же подрывается только чем Он подрывается например Мечом с обликом огня Он может быть активирован Возможно честно говоря не знаю Ну взрывной стрелой дальше Чем у нас с вами огнивом Редстоун сигналом может быть подорван То есть ну в принципе такими вещами Мне кажется там то на самом деле Вот так вот реализовано То что нажимная пластина Она передает редстоун сигнал И все привет Зверье спешки рулит Так Где-то здесь была дырка Вон дырка Мы с вами вот так вот сделаем Разольем туда воду Кстати вот это вот можно Быстренько сейчас отсюда выкопать У меня есть светокамень То есть при помощи него Естественно можно сделать Хотя бы какое-то базовое освещение Потому что там внизу Ни черта не видно Во вот так вот Поплыли вниз Я же выберусь Да выберусь все хорошо Вау Черт А вот это была сейчас конечно Дикая оплошность Не ну так то динамит Мы с вами можем и сами Всегда сделать из пороха Ну там все довольно таки просто Просто у нас пороха Не так много как хотелось бы Ну за порохом Мы с вами обратимся Например к тем же вот криперам Иди сюда Нужно меч еще хороший Как-нибудь нормальный С повышенным шансом Дропа вещей Так смотри-ка что я здесь нашел Здесь у нас зомби-жители Если не ошибаюсь И Да вон он Я давно хотел эту штуку На самом деле протестировать Потому что этого я никогда не делал Вроде как зомби-жители Можно вылечить Ты же да? Ты же зомби? Зомби Вот как это делается Я правда не знаю Но вот сейчас мы с вами попытаемся разобраться На самом деле это не должно быть Очень сложно Единственное что его нужно Защитить от солнечного света Ну предположим Все Я его закрыл Сейчас мы его там застроим Чтоб у нас не сгорел Посреди бела дня Все дружище Ты пока что живешь здесь Я запомню это место Я это место запомню 652 119 Что-то типа того Рядом с той деревней И нужно сейчас будет разобраться Как его вылечить А вообще их здесь довольно-таки много Этих больных Как раз жителей деревни Тем более в этой деревне Если не ошибаюсь Не осталось Ни одного здорового Так как Они просто все погибли Так а для того чтобы Жителей вылечить Если не ошибаюсь О привет коте Ну здесь кошки спаунятся Это нормально Так вот Куда мне нужно идти У нас житель там А деревня наша В 900 координатах Координаты 900 Это где? Вот здесь вот где-то Все правильно Так вот для того чтобы Вылечить жителей Нам с вами понадобится Изрывное изделие Слабость И как раз золотое яблоко Которое у нас там дома есть Тем более у нас не одно даже яблоко Мы можем еще скрафтить их Вот здесь мы его с вами оставили Сейчас нужно сделать Нормальный паучий глаз Ну как вот нормальный Нам нужно приготовленный Сделать паучий глаз А для этого понадобится Паучий глаз Грибы И сахар То есть это все довольно-таки просто Это у нас с вами тоже все есть Как видите За как раз время этого выживания Все полностью почти собрано Для того чтобы можно было Естественно Уже отправляться дальше Ну то есть просто пройти игру Итак Маринованный паучий глаз Имеется Теперь Нам с вами нужен Этот маринованный паучий глаз Сделать из него секундом Нужна вода Я могу Вот здесь вот воды набрать Здесь нет Здесь не источник воды Секунду Давай поднимемся наверх Если уж на то пошло Сделаем сразу три зелья Потому что так или иначе пригодятся Теперь Кладем порох В первую очередь Делаем взрывное зелье Отлично получилось И при помощи маринованного Паучьего глаза Делаем взрывное зелье слабости Фишка в том что как раз Взрывное зелье можно кинуть И оно взрывается Естественно таким образом Наложить эффект на Врага Или например на союзника Мы попытаемся организовать дом Я честно говоря раньше Никогда этого не делал Но много раз видел Чужих видео Поэтому в принципе Представляю что делать нужно Слабость на одну минуту Накладывает Мы с вами два заберем Одну оставим И естественно Заберем золотое яблоко Все Погнали с вами разбираться С этим жителем Ну что с богом Давай попробуем это сделать Черт я так ничего не вижу О Хотя бы я теперь тебя вижу Отлично Швыряем в него зелье Даем ему яблоко Получилось Да вышло Все хорошо Иди сюда Ну вроде все вышло Теперь просто нужно подождать О Все Дружище привет Стой А и таким образом Он получился бронником Я думал может быть Он будет у нас Просто жителем Без какого Без какой-то специализации Но сам факт того Что таким образом Можно сделать жителей Потом можно их скрещивать Получать там Детишек Это на самом деле Та еще история Ну а на самом деле Я доволен результатом То что все получилось Единственное что нужно было Если бы я хотел Чтобы он там оставался Застроить его там внутри Чтоб он оттуда не убежал Ну ладно Это уже на будущее Как бы информация для меня Чтобы не забыть Плюс Тут еще и Этот самый лучник Крипера завалил Я пластинку получил Можно дома сейчас будет Поставить ее В принципе Если я хочу самостоятельно Сделать динамит То мне понадобится Вот здесь вот выкопать Немножечко песка еще Потому что я весь песок Тут дома переплавил Динамит вроде делается Очень просто Мы с вами используем песок Дальше используем Естественно порох Правда пороха нужно будет Довольно таки много Но это можно будет Нафармить А вот с жемчугом края Пока что Пока что не все так весело Как хотелось бы Да Последний нюанс Я хотел себе овечек Привет Иди сюда раз Иди сюда два Как раз черное и белое Все Пошли домой Это единственное Кого у меня на самом деле Не хватало Будете стоять здесь Потом мы с вами займемся Ну и на самом деле По поводу динамита Если не ошибаюсь Можно на самом деле Вот так вот Блин Мне нужен вот Рецепт Рецепт очень простой Все правильно Естественно два куска динамита Этого мало Нам нужно будет побольше Что у нас с вами по жемчугу Давайте смотреть Кстати здесь еще одно яблоко есть Классно Жемчуга края у меня 8 штук Там естественно понадобится Какое-то количество Для того чтобы найти Само подземелье Где будет портал Но я знаю Есть маленькая фишка Там хитрость Даже парень сделал сайт специальный Куда ты забиваешь координаты Как он полетел И там треангуляцию И сайт тебе с одного жемчуга Выдает сразу координаты Ну то есть Где находится у тебя этот храм То есть это очень прикольно сделано Но мы с вами сделаем Наверное все таки по старинке Но это уже скорее всего Будет в следующем выпуске А прямо сейчас Я хотел бы сделать Вот такую штукенцию Музыкальный блок Мне понадобятся Доски из древесины акации Но это в принципе без разницы И естественно Естественно Красная пыль Давайте скрафтим Прикольно Прикольно Штукенция на самом деле Так секундочку Где он? Еще раз Ага Естественно он теперь наверху Давай проигрыватель Хорошо Я даже Ну это тоже какая-то штука Которой я вообще никогда не пользовался Давайте поставим пластинку Ну что ж И на этой замечательной ноте Я предлагаю этот выпуск завершить Я надеюсь вам понравилось Если так пожалуйста Поставьте лайк Не забывайте подписываться Чтобы не пропускать новые Удачи друзья Пока Увидимся в следующем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому